В 1965 году, в возрасте 90 лет, Жанна Кальман заключила сделку с юристом вдвое моложе ее. Она отдаст ему свою квартиру, когда умрет, при условии, что до тех пор он будет платить ей 2500 франков в месяц. Прошло 30 лет. Что вы думаете, что произошло? Она еще живет. Она живет, адвокат умер. Ага. Адвокат умер, и семья адвоката еще два года платила ей 2500-месячную ее зарплату. Она умерла в возрасте 122 года. Неплохо. Неплохо. Именно благодаря тому, что подписала такую договор. Может быть, может, это ее держало. Ну. Как показало новое исследование, после 108 лет в статистическом смысле мы перестаем стареть. Это дает намек на сам механизм старения. Некоторые животные, например, моллюски, совсем не стареют. Ученые-геронтологи говорят, вот-вот мы найдем лекарство от старения. У меня был такой товарищ, он умер в 106 лет. Недалеко от меня жил. И когда я его встречал, как дела? Он говорит, ты знаешь, надоело жить. Ай-яй-яй. Да. Просто надоело жить. И он ходил так шаркающий по асфальту, по этому, по тротуару. Много-много ходил. И носил с собой свою жизнь, да? Да. Ему не было плохо. Нематериально, никак, все нормально. Но просто устал. То есть вы говорите, не надо ученым этим заниматься, да? Зачем? Дайте человеку самому уже... Нет, дай человеку прожить свои 70 лет. Я считаю, что это в общем... Достойные цифры, да? Да. Надо просто прожить их хорошо, нормально, спокойно лечь и не проснуться. А что же... Хорошо. Да? Да. Это концовка хорошая, конечно. Концовка праведников, говорят. Так и сказано, 60 лет, а если по особому счету, то 70. Здесь вот все. И все. Но многие не согласятся с вами. Ну, пускай не соглашаются. Но так написано. То есть, в принципе, наука эта не нужна, и человек должен исходить из чего? Вот когда вот он живет, из чего? Из того, что он может ощущать жизнь активно. Активно. Да. Вот. И все-таки будет от него какая-то польза окружающим. А не то, что его будут обслуживать, и на этом все. Это точно я бы не хотел бы проснуться. Когда вы говорите пользу окружающим, что вы имеете в виду? Что есть люди, которые радуются, что он живет. И тогда он будет жить, да? Да. Это красиво. На самом деле, это красиво. То есть, вот это будет давать ему счастье и счастье другим, да? А в тот момент, когда это прекращается... А для чего жить? Чтобы свое животное вот это содержать в жизни? Не стоит этого. Ну, а для чего? Ты спускаешься на уровень животного, тело это животное, и только думаешь о том, чтобы он существовал. А его существование больше подобно уже не животному, а растению. А если человек находит такую цель в жизни, которая его все время возбуждает? Это другое дело. Тогда он живет этой целью. Тогда он ради этого существует. Но он должен творить. Что значит творить? Творить, это значит, что он привносит в мир что-то полезное, новое. Что вы под этим призумеваете? Что? Улучшает. Вот еще раз, еще продолжите, пожалуйста. Улучшает отношения между людьми. Это самое главное. Что еще может быть? И тогда он ощущает, что он живет и может жить и жить. Да. Да. Потому что он действительно этим вносит в мир доброе новое. Вот может быть мы сейчас найдем лекарство от старения. И это удлиняет его жизнь? Это его жизнь... Это не только удлиняет его жизнь, это его увековечивает. То есть вообще ставит его над человечеством, потому что он все время думает о нем. И то есть над жизнью он получается? Над жизнью, конечно. И вот это вот и называется достойное такое старение. Да. И это может каждый. Он стареет при этом или нет, мой вопрос? Ну, физиологически он, конечно, стареет. Так. Но все, что делает, весь его дух остается в людях. Он не очень рад. Продолжение следует...